Всем привет! Дорогие мои подписчики, сегодня мама отвечает на ваши вопросы, которые вы задали у меня, как в моем канале YouTube, там, где я попросила у вас задавать и вопросы, так и на Instagram. Вот она, мама. Здравствуйте, все. Да, отвечает сегодня на ваши вопросы. Я здесь в качестве поддержки, и, может быть, я что-нибудь добавлю, может быть, к ее ответам. Может быть, а может быть и нет. Итак, давайте приступим. Мисс Нободи спрашивает, интересно было бы послушать мамину историю жизни про встречу с отцом Вики и про мужа канадского. Ну, на тот момент я жила у мамы в Сургуте. Я не родилась, не выросла в Сургуте. Я просто жила у мамы в Сургуте, она переехала туда. Я работала в магазине, в большом, огромном магазине. И Викин отец, он увидел меня в этом магазине и ходил, наверное, месяц. Вот, приходил и смотрел на меня. Потом подошел, осмелился, и мы познакомились. Мы познакомились, стали встречаться. Ну, и через какой-то промежуток времени мы решили, что будем жить вместе. В смысле, я вышла за него замуж. Мы не жили просто так вместе. Я вышла за него замуж сначала. Ну, и все, а потом, как у всех бывает. А про мужа канадского я добавлю. У меня есть история мамина на моем канале. Так что посмотрите в разделе «Наши жизненные истории» для того, чтобы мама не повторяла сейчас в этом видео про всю свою историю. Итак, Евгения Лаванда спрашивает. Дети выросли и ушли из дома. Как найти новый стержень, смысл в жизни? Самозанятости проблем нет. Есть душевная пустота. Что могли бы Вы посоветовать в этой ситуации? Спасибо. Ну, я прежде всего хочу сказать, что когда женщина имеет детей, она не должна фокусироваться только на детях. Кроме детей есть еще и Вы. То есть есть какие-то Ваши занятия, Ваша жизнь еще есть. Поэтому, ну, если Вы полностью погрузились только в детей и себя не видите вообще в этом во всем, то, конечно, у Вас будет душевная пустота со временем. Ну, то есть, вот смотри, Евгения говорит, что у нее с самозанятостью проблем нет. Есть просто душевная пустота. Но я думаю, что, может быть, душевную пустоту может испытывать любая мама, когда ребенок уходит из дома. Это просто как... Не, ну, Вы же поддерживаете какие-то отношения, какие-то звонки, письма. Или Вы встречаетесь. Поэтому, ну, это нормально. Дети рано или поздно все равно выходят из дома, уходят. Если, конечно, дети живут в одном городе вместе с Вами, ну, есть же, наверное, какие-то внуки, правильно? Можно заниматься внуками, быть ближе к детям. Но если они живут, конечно, на далеком расстоянии от Вас, то, конечно, в этой ситуации очень сложно. Немножко сложнее. Ну, все равно. Надо понимать, просто осознавать у себя в голове, что рано или поздно дети уходят из дома. И у них своя жизнь, у Вас своя жизнь. Это то, что я говорила. Вы не должны полностью разворяться в детях, растворяться. Вы должны оставлять место и для самой себя в этой жизни. Вопрос такой, Ольга спросила. Можно спросить у мамы самый любимый кулинарный рецепт украинской или канадской кухни. Было бы здорово приготовить вместе с Викой. И здесь также сказали, что было бы замечательно, если бы мама вела кулинарную рубрику «Любимые рецепты блюд или выпечки». Как идея? Нет, ну, в принципе, идея неплохая, безусловно. Сейчас столько много людей, которые ведут кулинарные рецепты. Очень много. Вот. Но учитывая то, что я работала, конечно, у меня в голове таких мыслей не возникало, потому что я очень занята на работе. Любимое блюдо, да, собственно говоря, я все люблю. Мне нравятся все блюда. Было бы что покушать. Да, господи, боже мой, да нормально все. У меня нет таких вот прям вот любимое блюдо, любимое нет. И я и пельмени готовлю, и вареники готовлю. Вот только недавно у нас были вареники со сливами. И борщ сварю, и мясо потушу без строгана сделаю. В общем, одним словом, все. Только главное, чтобы было вкусно. Да, оно вкусно. Да. Я даю отчет. Вкусно. Она вот знает, пробовала. Да, я вот знаю, да. Лицо приближенное к императору. Ого. Так, записки жизни. Спросили. Спросили. Ну, такой вот просто ник у подписчика, подписчицы. Хочу спросить у вашей мамы, как ей удается жить взрослой дочкой, внуком и не ругаться? Три поколения в одном доме, это же сложно. У меня не получается. С дочкой как кошка с собакой. Одеваться некуда. Ну, прежде всего, конечно, каждый человек имеет свои личностные границы. Правильно? Я не думаю, что их стоит сильно пересекать. Нужно уважать. И, естественно, уважение должно быть в семье. Не нужно там кричать, огрызаться или там что-то грубить кому-то. Надо строить мосты, а не заборы. Они же ваши близкие, родные люди. Это самое лучшее время насладиться сейчас в обществе. Да, но и не пересекать личные границы, это тоже очень важно, потому что тогда человек будет чувствовать… Безусловно. Как бы это сказать? У каждого человека есть какое-то пространство, в которое он… Допустим, вот даже если моя мама, она моя мама, но я могу её впустить в какое-то пространство. Какое-то пространство будет являться моим личным. И самое главное, чтобы, допустим, другой человек не пересекал то пространство, которое является личным, а оставался на той границе, на которой он может оставаться. Это самое главное, потому что люди очень часто забывают об этом, и они считают, что не могут вторгаться в любое пространство. То есть нет у тебя никаких этих самых пространств, всё это твоё пространство, у неё своего нет ничего абсолютно. То есть я мать, значит, я имею право на всё. Нет, конечно. Это есть уважение. Это просто уважение, наверное. Ну, конечно же, у нас случаются разногласия, мы будем кривить душой, если мы скажем, что они не случаются, но мы их всё равно разрешаем каким-то образом. Ну да, подрались, подрались, да и нормально. Ты, шучу. Да, ну, конечно, мама, как мама, вы говорите, в глаз дам, и всё на этом всё закончится. И всё равно станет на свои места. Да, но шутки шутками, но это главное, чтобы как бы было... Ну, разговаривайте, больше разговаривайте, и больше разговаривайте на положительные темы. Ну как, ну, не конфликтуйте, пожалуйста, не конфликтуйте. Вы самые близкие роды и люди на Земле. Просто, наверное, даже если конфликт есть, то каждый может, не то что может, а должен озвучить свои чувства, как он себя чувствует, как его эта ситуация заставила себя чувствовать, и найти где-то решение этой проблемы посередине. То есть, ну, все же люди, все могут договориться. Вот, не обязательно, как бы... Скорее всего, не конфликт, а разногласия. Да. Это будем так говорить. Потому что конфликт – это серьёзно. А разногласия, они бывают в каждой семье. То есть можно всё урегулировать, если разговаривать. Так, мы начнём с того места, где мы закончили. У Вики стучился Борису. Смеха. Ой. Ладно, всё. Серьёзно. Так. Спрашивайте. Давай я почитаю. Виктория. Давай. Тихо, вот вы знаешь, когда... Это знаешь, как при учителе, когда тебе не надо смеяться, знаешь, учитель на тебя смотрит классик. Да. И у тебя ещё хуже становится, потому что на тебя кто-то смотрит. И ты как бы понимаешь это. Ой, Господи. И знаешь, когда в школе сидишь за партой, душишься от смеха. И учитель на тебя смотрит, говорит, нельзя смеяться. Причём она серьёзная, зараза. А ты в этот момент, ты просто не можешь, ты ухахатываешься. И у меня сейчас такое произошло. Здесь Оксана спрашивает. Здравствуйте, Вика. Ой, извините. Как Ваша мама привыкла к жизни в Канаде? Вы рассказывали, что Ваш выезд из Украины проходил достаточно сложно. А когда уезжала мама, то Вы с Алексеем оставались далеко от неё. Переживания за Вас и новая страна. Как она преодолела трудности? Спасибо. Ну, как преодолела. Я человек сильный. Я прекрасно понимала разумом, что я уехала, а ребёнок там. Конечно, все мысли были о них. Естественно, о Виктории, о Валёше. Ну, к Канаду-то я, конечно, приехала так, как будто к себе домой. Честно говоря, как к себе домой. Я только вышла с самолёта, я уже была дома. Мама сказала, что она вообще как в Калгари, когда прилетела. Первый её перелёт сюда был, это в Калгари. Конечно, наше расставание было сложно. Потому что я не знала, это вот я ещё от себя тяну добавлю, да, я не знала, куда она летела. То есть мы, конечно, он был в Украине, но мы не знали, мы же не видим, правильно, на расстоянии, куда конкретно едет человек. То есть всё, что было, это просто фотографии, которые высылались нам, что тут это мой дом, здесь я живу, да. И она как бы летела на совершенно неизвестность и улетала. Я вообще не знала, куда она летела. У нас было, ну, мне было очень... Ну, в общем, кот в мешке. Да, кот в мешке. Мы не знали, куда она летела. Вот ты расскажи свои первые впечатления, как ты прилетела в Калгари, да, и как вот он потом посадил тебя на машину, он живёт в районе. И мама ехала, значит, там... Ну, я прилетела в Калгари, он меня, конечно, встречал там в Калгари. Вот, значит, потом мы сидели в аэропорту, довольно-таки часов где-то пять мы сидели в аэропорту, ждали следующего рейса. Вот, прилетели мы в Эдмонтон. Ну, у него своя машина, мы сели в машину и поехали. Господи, это было уж три часа ночи. Мы едем по дороге. То я засыпала, то просыпалась, потому что я сутки не спала, не отдыхала вообще. Вот, и мы едем, я смотрю в окно лес. Боже мой, думаю, сколько много леса. А куда же меня везут-то? А вдруг, если сейчас в лес завезут? Маньяк! Я же ведь не знаю. Ну, ладно. В общем, устала, сделала своё. Мысли потом уходили, я опять засыпала и всё остальное. Думаю, ну, что будет, то будет. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Ну, то есть человек крестовал. Да. Ну, я сразу почувствовала, что я дома. Да. Я дома. Вот я не знаю, почему, откуда у меня это было чувство, что я дома. Я прилетела к себе домой. Ну, а Виктория, конечно, я ей звонила очень много, и мы очень много, каждый божий день мы общались по интернету, по телефону. Да, было общение постоянно, то есть мы имейлы высылали на тот момент. Не было скайпа, невозможно было сделать видеозвонок, то есть интернет только начинался на тот момент. И точно так же личный компьютер мы имели, да, то есть не было таких лаптопов, были такие компьютеры с такими трубами сзади, да, белые такие вот экраны, да, старые. И, ну, невозможно было созвониться тогда по видеочату, это было только в разряде фантастики, да. И поэтому случилось так, что мы с ней постоянно раз в день она мне высылала имейл, и я потом ей высылала от себя имейл, мы с ней постоянно переписывались. Вот это было неплохо, что была такая возможность у нас по интернету. Ну да, и что, время шло, мы делали свои дела, что называется. Я летала на Украину, три раза я летала на Украину, возвращалась. Перед тем, как я туда поехала, то есть летим, три раза она летала. И каждый раз я была там, ну, не меньше, чем пять месяцев. Пять месяцев, да, ты была там? Каждый раз, каждый визит я была пять месяцев. То есть первый раз я прилетела через одиннадцать месяцев, как я только эмигрировала в Канаду. Я была пять месяцев на Украине, потом я улетала, и потом опять прилетала на пять месяцев. Ну вот так вот, что делать? С сознанием-то я понимала, что есть расстояние, просто нужно время. Ну вот это и случилось. Ну, конечно, это было сложно. Это сложно было. Это было, и не только для неё, потому что она уехала в Канаду. Это было сложно и для меня. Конечно, ну что, пережили. Потому что я не знала, куда она улетает, это первое. Потом они супругам дом купили тогда. И, кстати, очень многие, я хочу подкорректировать, что некоторые люди думали, что ты жила в трейлере. Это не был трейлер вообще. Это здесь только в народе называют трейлер. Это был не трейлер, это был мобайл хом называется. Мобильный дом. Но это не трейлер. Это мобильным домом называется любой дом, который можно перевести, поднять с места на место. Это может быть достаточно большой дом. И эти мобильные дома, они очень популярны в сельских именно районах, если человек, допустим, сам не строит свой, не хочет строить свой собственный дом. Это... Кстати, и дом был очень красивый. Это дома, которые очень красиво построены. Они очень часто могут иметь много спален. Очень... Значит, некоторые из них построены... Кухня уже готова. Да, по принципу лего. Если, например, вы хотите добавить что-то к вашему мобильному дому, то есть уже у вас есть мобильный дом, вы хотите добавить пару комнат, вы можете купить, добавить пару комнат, вам привезут их и... Да, состыкуют. Состыкуют с домом. Он снаружи выглядит как обычный дом, и внутри уже всё обустроено. То есть там уже сделаны и стены, и ванная сделана, и плитка выложена, и кухня поставлена. Даже шторы висели у мамы в доме. Дом очень красивый, светлый и замечательный. И такие дома, я уже ещё раз повторюсь, они очень сильно популярны. Особенно вот в сельских районах. И они есть очень-очень даже красивые, с шикарными, огромными окнами в гостиной. Там всё есть. И камины есть, и джакузи есть. Там всё-всё-всё в этом доме есть. Абсолютно всё. Так что он ничем не уступает тому дому, который построен на земле. Просто он построен компанией, которая именно строит дома, как мобильные, которые можно перевезти. Их ставят на такие большие машины и их перевозят. И это очень интересная такая часть. Я впервые, когда в Канаде увидела, я, честно говоря, была поражена, что такие большие дома можно перевозить. То есть это не был трейлер, это был мобильный дом. Мы подготовили фундамент, абсолютно фундамент. Более того, у него была ещё большая пристройка. То есть там ещё было сколько? Две комнаты и одна большая комната для бильярда. Поэтому в общей сложности привезённый дом, поставленный на фундамент, и плюс эта пристройка, оно создавалось впечатление, что очень большой дом. То есть там было 4 комнаты, большая бильярдная, плюс ливинг-рум и плюс кухня. То есть была большая комната, была гостиная с кухней совмещённой, как это сейчас модно. Была комната, где Алекс потом жил, когда мы приехали. Потом была у него компьютерная комната. О, да, кстати. И компьютерная комната была проходной в большую гостиную, которая была уже в пристройке. В этой гостиной стоял бильярдный стол, и было ещё 2 комнаты. То есть это была достаточно большая территория, это всё было на одном уровне. То есть там не было двух этажей, это был один уровень, но было достаточно всё хорошо сделано. И он высоко стоял от земли. Да. Как билетаж. Да. Дома строят, так и с билетажа. Достаточно интересный дом. Да, достаточно интересный дом. Ну, а там уже возле дома у него уже выстроен был гараж на две машины и большой шоп такой. Вот здесь он называется воркшоп, как мастерская, огромная мастерская у него была. Да, так что нет, всё было, условия были просто отличные. У него даже был селлар, как он у нас называется, типа погреба, да? Да. Они даже сделали, это была такая бетонная основа, она была сверху занесена землёй, для того, чтобы там поддерживалась холодная температура. И там были вот... И картошки, и морковки. Морковку можно было держать. Да, всё, что угодно там можно было держать. Более того, у него была очень большая территория возле дома. Да. То есть это было, он это был как фермерский район, да, вот там они жили. Огород был, всё было. Да. У нас была своя картошечка, и всё там было. Так что условия были очень хорошие и комфортные. Да. Так что таким образом. Ну, это было сложно, когда она уехала, но, понимаете, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Наверное, как-то так. А я о чём? То есть, ну, не знаю, я рада, что ты уехала. Да что ты, милая, я сама рада. Я рада, что она уехала, увезла меня, потому что она по своей сути мне и Алексею сделала больше. Я ни одной секунды не пожалела, ни одной минуты не пожалела, даже если где-то что-то не сложилось, где-то что-то, может быть, пошло не так, или были какие-то трудности, я никогда не жалела об этом, никогда. Да, я очень люблю Канаду, я очень люблю эту страну. Итак, давай продолжим дальше. Татьяна спросила, как женщине в возрасте около 40 лет начинать профессиональную деятельность с нуля в эмиграции? В Украине была домохозяйкой, занималась маленькими детьми, сейчас дети подросли, и можно было бы выйти на работу, но профессия моя в этой стране не подходит. Как вы начинали работать в Канаде и что посоветуете? Нужно идти на учебу, это все, что я могу сказать. Начинать нужно с чего? С учебы. То есть, если у вас есть уже какая-то профессия в руках, что-то вы закончили, вам нужно подтвердить свой диплом. Это первое. Второе, если у вас не получится это, тогда идите просто получите образование. Ну, любое образование, которое может на данном этапе, извиняюсь, я перебила, любое образование на данном этапе, которое может котироваться, например, в провинции, это как legal assistant, administrative assistant. Я, например, с этого начинала, но потом со временем начинаете куда-то продвигаться. Например, ты, ты начинала карьеру, сейчас ты работаешь в супервайзерном магазине, и ей в итоге предлагали менеджмент. Она просто не захотела пойти на менеджмент. Почему ты не захотела? Ну, потому что уже всего своего возраста, мне уже было за 50, и я, собственно говоря, не очень к этому стремилась, тянулась к этому. Просто понимала, что всё равно мне рано или поздно на пенсию надо будет выходить. Ну, как-то так. Но супервайзером она работает на как бы... Ну, супервайзером я работаю с удовольствием. Почему? Потому что, ну, мне нравится это. То есть это личное качество человека. То же самое в отношении меня. Вот вы написали около 40 лет начинать профессиональную деятельность, я начала её после 30, даже ближе к 40, да, когда я пошла на работу. Я же не помню, когда я приехала, у меня уже всё смешалось. В коне, люди, всё смешалось. Вот, но я тоже начинала. То есть, да, я пошла на образование, я нашла колледж, который мне подошёл, я пошла на образование. Ну, и, конечно же, даже с этим образованием я начинала с самых низов, с самого нуля, с того, что я смогла, вот, допустим, по этому образованию получить. И потом, ни одна работа, вы знаете, если она видит вашу инициативность, она не будет сидеть молча и смотреть, как вы вот работаете конкретно на этой позиции. Они обязательно дадут массу курсов, обучение. Мама, например, у нас обучалась специально в магазине по дизайну, да. Они тебя обучали, там, как правильно всё расставлять, там, делать какие-то, там, выставки, да, что ты там делала. Ну, нет, дизайн — это у меня в голове, это моё хобби, дизайн. Никто меня не учил дизайну, конечно, абсолютно. Я просто самородок такой вот, ну, талантливая женщина, что я могу сделать. Вот, талантливый человек талантлив во всём. Поэтому меня никто не учил совершенно этому дизайну, абсолютно. Они просто учили азам каким-то там определённым. Вот. Ну, то, что я проявляю к себе, с какой стороны, это уже зависит от меня самой. Люди, конечно, это видят и обязательно это учитывают. Лидерские способности. То есть, если есть лидерские способности, то есть, наверное, вариант... Продвижение по службе обязательно будет. Обязательно. Обязательно. То есть, люди вас заметят. То есть, сильная личность и, мне кажется, упорство и желание. У меня есть свой коллектив, у меня есть свои люди, которые работают со мной. Вот. Я их учу, как правильно работать. Ну, и всё. Вот так вот. И очень сильно ценят на работу. Очень сильно ценят. Так что, как говорится, было бы желание. Да, было бы желание. Но если можете начать с образования, сразу приехать и получить образование, это будет вообще великолепно. Вы тогда пойдёте по своей стезе уже, не будете не это самое, выбиваться в люди там особенно. Ну, и всё равно ваши личные качества сыграют огромную роль. Мэри Поппин спрашивает. Цікаво послушать про вашу бабусю из России. Вы колись про ней трішки говорили, ніби вона вмела заговорювати зверьев, и они вас начипали в лесу. Можливо, я щось перекрутила. Я переведу вопрос. Интересно послушать про вашу бабушку из России, которая умела заговаривать зверей. И вы потом говорили, что они вас не трогали в лесу. Может быть, я что-то перекрутила. Нет, у меня была бабуся, как я называла её, бабусенька. Это моя прабабушка. Это прабабушка, да. И она очень любила меня. В своё время она спасла меня, собственно говоря, от смерти. Вот, после войны дети, естественно, очень много было дизентерии. Дети болели дизентерией очень сильно. И не было лекарств, не было... Это было вообще ужасное время, конечно, тяжёлое время было. Вот, также я заболела дизентерией, лежала в больнице. И врачи меня уже отдали, сказали, что мы ничего не можем сделать, потому что никакие микстуры ничего же не помогают там. Так как у мамы было четверо детей, и её мама, то есть моя бабуся, жила буквально рядышком с моей мамой, недалеко, дома стояли. Вот, она попросила свою маму, говорит, забери, пожалуйста, Тамару к себе, потому что у меня есть дети в доме, я боюсь, чтобы она их не заразила. Вот. Ну и бабуся меня взяла к себе. Взяла она к себе, но она, собственно говоря, даже ничего и не делала. Я лежала себе, у меня были микстуры, стояли возле моей кровати на табуретке. Так себе. Спрашивала мама, заходила, говорит, как там Тамара? Да ничего, говорит, жива ещё. Но бабуся лечила людей. Вот в чём всё дело. К ней приходили женщины с маленькими детьми. Она им помогала, делала очень много добрых дел. И вот один раз пришла женщина с мальчиком, годика три, наверное, и говорит, что он ночами начал срываться, не спит, чего-то напугался. Я, говорит, не знаю, чего он так напугался. Вот. И мне, говорит, нужна ваша помощь. Можете вы чем-то помочь? Она говорит, да, конечно. И я, как сейчас помню, что я видела на свои глаза. Она взяла воск, и в одной миске она нагрела воск, а другую миску она поставила с холодной водой. И когда она вот с холодной водой приготовила, вернее, холодную воду, вот, взяла ещё одну миску, и вот этот горячий воск над головой ребёнка она приливала с одной миски в другую, с одной миски в другую. Что-то она говорила, что-то она шептала. Никто ничего не знает, что это было. Вот. А потом она резко из этой миски, из одной из мисок, где был воск, она вылила на холодную воду, и там вылилась собака. Я сама лично видела очертания всей этой собаки. Вот собака просто. Большая собака, да. Вот она сказала, его напугала собака. Ну, вы, говорит, не переживайте. Я думаю, что ему это поможет, то, что я сейчас сделала. Если нет, вернётесь обратно. Больше эта женщина не возвращалась. И съела собак. Да. Когда мы шли, вернее, когда вот женщина эта ушла с ребёнком, вот, я говорю, бабусенька, иди сюда. Она подошла к моей кроватке. Я говорю, бабуся, милая, полечи меня, как ты сейчас лечила этого мальчика. Пожалуйста, я так хочу жить. Всё, и она встала, взяла лекарства с табуретки, открыла печку, бросила все в печку эти лекарства и говорит, вот так, ты будешь жить, я помогу тебе. Всё, и рано утром, когда я проснулась, её не было дома. Это было лето, она куда-то ушла. Ну, ладно. Потом она пришла, естественно, когда уже рассвело. И что-то она там варила на печке, она каждый день что-то варила на печке, что-то приговаривала и чем-то меня поёл. Какую-то микстуру делала, очевидно, она. Она знала, что это делать, что-то делать, что делать нужно. Что это со мной такое? Заговариваюсь. Заговариваюсь. Вот. И она меня поставила на ноги. Она поставила меня на ноги, и всё. И по сегодняшний день, вот видите. Ты мне ещё рассказывала интересную историю, как твоя бабуся, моя прабабушка, переняла эти знания. О, это да, это интересно было. Она рассказывала мне. Я её когда-то спрашивала, когда уже подрастала, я спрашивала её, а что ты знаешь? Она говорила, тебе это знать не надо. Я говорю, а как у тебя всё получилось? Она говорила, что когда она была ещё девочкой, ну, лет, наверное, ей было восемь или девять, где-то так. Они жили в деревне, и на краю деревни жила женщина, одинокая старая женщина. И она носила ей всегда молоко. Вот её мама подаила корову, она отнесла ей молочко парное, хлебушек там, конечно, пекли ведь хлеб, да? Она относила ей хоть что-то покушать. Ей было очень жалко эту бабушку. Всё, и эта бабушка её чему-то научила, но никто не знает, чему и как. И когда вот у неё четверо сыновей была война, Великое Отечественное, у неё четверо сыновей уходили на фронт. Мои прабабушки, да? Да. Четверо сыновей были на фронте. Все вернулись без единой царапины. То есть она их заговаривала? Никто не знает, что это было, что это сделало, на что, тем, чего, там, куда, там, никто не знает. Но они вернулись все целые, живые, невредимые. Никто даже ранения не получил. Все сказали, какая счастливая мать. Помнишь, она тебе сказала, не бойся зверя? Да, она мне сказала. Она говорила, что ты никогда не бойся зверя. Никогда он тебя не тронет. Я сказала, почему, бабуся? Потому что я так хочу. Вот и всё. И я видела, вы знаете, я ходила со своей сестрой в лес, мы собирали малину. Я разведула кусты, я подумала, что это моя там сестра, сестра старшая. Вот, а там сидел медведь. Он мирно кушал малину. Но он посмотрел на меня, она и, иди себе, да иди, девочка, своей дорогой. Малину машину очень есть. Вот, потом я видела рысь. Вот так как Виктория, с Викторией сейчас я сижу, они огромные рыси в тайге. Я в Канаде видела рысь, она в дорогу перебегала, она перед нашей машиной. Она была очень высокая, она была, наверное, вровень с капотом машины. То есть я даже удивилась, что они могут быть такие большие. По телевизору они кажутся очень маленькими, на самом деле животные очень большие. Да, и я помню, я выскочила, я где-то потерялась, очевидно, где-то, отошла от своей сестры. Вот, и в страхе, когда я обернула, что возле меня никого нет, я закричала ее имя на весь лес. Но никто не отозвался. Я побежала, побежала, выскочила на просеку. Знаете, как лису рубит просеку такую. Вот, и в этот момент выскочила рысь ко мне, навстречу. Мы встали и друг на друга смотрели. Потом я закричала, а мама на весь лес. Побежала в одну сторону, рысь в другую. Странно, что рысь не расценила тебя как добыча. Обычно говорят, когда дети убегают или еще что-то. Они за маленькими очень могут легко ходиться. И волк тоже встречался. Ой, волк-то вообще вел меня до лагеря, до пионерского лагеря. Я поехала на велосипеде к своему брату, который был в лагере. Пошла через лес пирожки бабушке. Да, красные шапочки. Пирожки несла, правильно, красные шапочки. И я пошла, вернее, ехала на велосипеде вот туда, к брату, к своему, для того, чтобы его повидать. Потому что вдруг ему может быть скучно. А с тобой будет весело. А со мной будет весело сейчас, да. И я взяла с собой хлебушек, так и еду себе, и еду. И вот на половину пути, где-то уже к этому лагерю, я увидела сзади себя собаку. Большая серая собака. Я думаю, ну надо же так. Вот, наверное, говорят, собака серая. Собака серая, да. Вот. И я останавливала велосипед, ходила с велосипеда и говорила, ну иди сюда, я тебе хлебушек дам. Ты же, наверное, голодная собаке, говорила. Ну иди сюда. Он садился и смотрел на меня. Больше ничего. Я садилась на велосипед, ехала, и он шел за мной, трусил. Трусил, трусил. До самого лагеря вот так вот. Довел меня до самого-самого лагеря. Все, и потом куда ты исчез? Когда я вышла, собаки уже не было. Ну и потом я ехала уж сама. Тоже его не видела. И вот, когда я писала маме, рассказывала маме эту историю, я говорю, вот такая большая, красивая, серая собака была. Ой, ну такая красавица. Она говорит, так это же волк. А в нашем районе было очень много волков. Ну, знаете, вот я прям слушаю. Это, знаете, история про выживание. Как человек, ребенок сел на велосипед через какую-то тайгу пилил в какой-то лагерь. Я вообще ужасно. Я не боялась. Я не боялась лица. Сейчас все шлемы надевают, боятся на улицу выйти. А здесь прям вообще через тайгу. Я сама в этом лагере была несколько, каждое практически лето. Просто у нас были немножко, может быть, разные сезоны где-то были. А может, иногда и вместе совпадали. Ну и, короче говоря, вот так. Никто меня не тронул, ни рысь, ни волк никто не тронул. Она всегда говорила, ну, кто тебя не тронет. Я потому что так хочу. Она сильно очень любила меня. Настолько сильно, что я вам передать даже не могу. Мишка, она слезы в глаза наворачивается, когда я вспоминаю про нее. Да, и знания она никому не передала? Не передала, нет. Когда она умирала, мама моя просила, передай, говорит, Тамаре все свои знания, что ты знаешь. Она сказала, я не хочу, чтобы она так мучилась, как я. Ну вот. Ну и после того, когда она ушла, тебе приснился сон. О, да. Мама мне рассказывала про этот сон, я думаю, что пускай она расскажет. Мне приснилось, значит, что приехал такой грузовик. И там, знаешь, какие-то борта открываются, так, да, задние. И как будто там сидит она, вот по гости сидит на стульчике. И у нее на голове белая косыночка. Она очень-очень-очень вкусно стряпала. У нее дрожжевое тесто было божественное просто. Она настолько вкусно все это пекла, что ее выпечка, это была божественно. Вот. И, значит, она как бы сидит в этой беленькой косыночке, в беленьком фарточке. Вот. И я говорю, ой, бабусенька, миленькая, ты приехала. Я говорю, как здорово. Пойдем, говорю, к нам домой. Пойдем. Она говорит, нет, я не могу пойти. Я говорю, хорошо, тогда забери меня с собой. Я же так с тобой соскучилась. Она сказала, не-не-не. И трогается в этот момент, трогается грузовик. Она так мне рукой говорит, ой, нет, тебе жить еще и жить. И все исчезло. Это про истории, да? Такие тоже вообще. А хотите, я вам расскажу, вот, коли мама уже рассказывает про свои истории, хотите, я вам расскажу про историю про мамину маму? Как мне приснился сон однажды. Твой. Это страшно, конечно, тоже. Да, вот я считаю, что у нас у всех в родне есть что-то, о чем мы не знаем, и по женской линии. Вот именно по маминой линии передается. Потому что у меня были моменты, когда я могла, я некоторым людям предсказала, что с ними будет. У меня есть такое, и я помню, мой бывший меня спросил, откуда ты знаешь. И как только меня спросили, откуда я знаю, я не знаю. Но у меня так вышло, что я просто сидела и просто вот рассказала, что будет. И потом, я не знаю, я этого давно не делала. Но мне приснился сон, мне приснилась бабуся моя, мамина мама. И в её квартире, где у неё в Сургуте была там квартира, да, когда я её посещала. И в этой квартире, я вот уже точно этот сон на 100% не помню, но она как бы, как бы у неё окно в одной из спален было открыто. И в это окно я как бы захожу и смотрю у неё на полу вот это окно, вот это всё. Это вот как снег туда залетает. Знаете, когда через окно падает снег, он начинает таять, и на полу прям целая лужа образовалась, вот как целый угол подтёк, да. Я говорю, бабуся, как ты здесь, всё остальное. Она говорит, да всё хорошо, всё мне нравится. Вот только вот это окно, говорит, оно мне мешает. У меня, говорит, всё время угол мокрый, я прям не знаю, что с этим делать. Ребята, я просыпаюсь. Звонить маме её брат. И мама вот рассказывает, расскажи, как это всё дело было, что произошло там? Ну, во-первых, мама уже была не жива, когда ты видела этот сон. И я ему говорю, что вот Виктория видела такой сон, и вот она, как бы мама приходила и как бы жалуется на то, что у неё там где-то затекает что-то вот это вот. Угол в квартире, вот что-то мокрое, там она пожаловалась ей. Он так остановился, слушает меня, и у неё пропало просто до речи, мне кажется. Он говорит, господи, а откуда, а почему это ей приснилось-то? Мы, говорит, похоронили, говорит, её на пригорке, там, говорит, хорошее солнечное место. Но, говорит, с одной стороны, когда идёт дождь, вода всегда туда затекает. Ребята, я мурашки покошу. Мы просто замолчали, у нас не было даже слов, что сказать по этому поводу. Вот так. У нас где-то, наверное, может быть, что-то есть, но вот видите, как вот такие вот вещи бывают. Рассказывали мы ему страшные истории. Вы там сидите как, вообще нормально, зубы стучат, особенно на ночь. Не смотрите это интервью, а то вообще спать не закатите. Есть такие истории, которые, ты же не знаешь, как объяснить. Обожаю, когда ваша мама появляется в видео или её голос за кадром. Есть ли у Тамары Нейстеровны хобби? Да, конечно, есть хобби. My passion, как это говорится, да? Моя страсть. Страсть. Это дизайн. Я очень люблю дизайн. Дизайн дома. Почему, собственно говоря, я ещё... Мне нравится работать у себя в департменте, потому что я делаю свой дизайн. И мой дизайн просто неповторим. Никто не может сделать так, как сделает Тамара. Мне очень нравится играть цветами. Мне очень нравится искать, сочетать ткани. Реально, ребята. Да. Если вы когда-нибудь найдёте её в магазине, и вы покупаете, допустим, себе какой-то беттинг, и у вас есть вопросы по поводу цветового сочетания, она один из самых лучших людей. Я не умею так сочетать цвета, как она. Ну, и столы, которые я делаю, тоже очень красивые. Очень красивые. И было время, когда я только вот начинала работать, и я была супервайзером в гурме-департмент, где есть посуды очень много. Но тогда было, конечно, больше, чем сейчас, безусловно, это посуды. И у меня было шесть столов перед департментом. И я делала свой дизайн. И вы знаете, у нас как раз в этот год было соревнование, какой лучший супервайзер будет и оформит вот эти столы красиво. Что вы думаете? Конечно, я была на первом месте. Она классно умеет сочетать цвета. Вот её столы, когда заходишь там выставочно, всё настолько классно оформлено. Какой-то цветок здесь, что-то ещё здесь, что-то. Ну, то есть это видно, вот эта дизайнерская рука. Причём профессиональный дизайн. Но у меня этого нет вообще. Я, может быть, и есть, просто я в себя не верю. Но вот у мамы точно есть реально талантливый такой вот подход к решению очень многих цветовых гамм и сочетаний. Короче, просто прелесть. Итак, начнём дальше. Вопрос маме. Ирина спрашивает. То есть предыдущий вопрос задала Лили Смис. Я хочу, чтобы все имена тоже прозвучали. Ирина Игнатюк. Вопрос маме. Хочется ли ей замуж в её возрасте? Если да, то какого мужчину она видит рядом с собой? Честно говоря, нет. Но если вдруг, да, вот какой он должен быть? Ну, конечно, самодостаточный. Ну, конечно, взрослый человек уже. Он должен в голове быть стабильный. Человек, который должен, ну, не должен, вернее, который уважает другого человека, который может слушать его, не только самого себя. Для некоторых женщин замужество – это статус. Я так не считаю. Я сама по себе самодостаточная. Я сама по себе. Мне очень хорошо самой с собой. Я не скучаю. Никаких там пустот у меня нет внутри, чем их заполнять можно. Я вся заполненная. Чего там делать? Чего там делать? Чего там делать? У тебя пустота-то? Да нету их. Нету пустоты. Мне хорошо самой с собой. Я не скучаю самой с собой. Я все время нахожу себя… Это не потому, что ты нашел себе занятие, значит, тебе не скучно. Нет, у тебя внутри должна быть заполненность. Ну, правильно говорят, как два человека, два партнера, как две реки, текущие рядом, но не пересекающиеся и не делая грязь. То, что я все время говорю, да? Да. И второе. Как нелюбимому ребенку в семье во взрослом возрасте научиться не ждать родительской любви? Прежде всего, родители, конечно, сделали все возможное. То, что они знали, то, что они могли сделать для вас. Самое лучшее. Каждый родитель считает, что он вкладывает в своего ребенка самое лучшее. Вот. Ну, что значит не ждать любви? Я думаю, что, скорее всего, наверное, вы сами себя не любите. Любовь-то, собственно, живет в вас. Поэтому, я думаю, что вам нужно полюбить саму себя прежде всего. И вы не будете ждать ничьей любви. Фуад и Мария Рахматулины. Виктория, добрый день. Как ваша мама оказалась в Украине? Ведь она родом из Сургута. Если я не ошибаюсь, общаетесь ли вы тесно с родственниками из России? Кто именно остался в России? Заранее благодарю. Я не родилась в Сургуте. Я родилась в городе Мариинске, Мирской области. В Сургуте я оказалась, потому что переехала моя мама. Я жила в Сургуте всего полтора года. Но когда я познакомилась со своим мужем, мы уехали во Львов. Потому что он сам со Львова. А это Украина. Так я оказалась на Украине. Я общаюсь, с кем я общаюсь из родственников? У меня есть два брата. Но в России мы созваниваемся. Сестра в Киеве есть? Да, сестра в Киеве есть. Да, спросили. Поэтому мы поддерживаем отношения по телефону. Что называется. Ну, через скайп можно поговорить. Так что... Оно в Россию я не возвращалась очень много лет. Не сочтите мой вопрос за некорректный. Ольга спрашивает. Вашей маме 69 лет. На пенсию можно выходить 65 лет. Почему она до сих пор работает? Мне 60 лет, и у меня сейчас нет возможности сидеть дома. Я бы с огромным удовольствием нашла себе занятие по душе в своей маленькой квартире. Живу в таунтаун Вэдмонтоне. Уже три года. Спасибо. Ну, и Катерина написала. Как я понимаю, мама не заработала на пенсию, поэтому работает. Нет. Пенсия у меня есть. Я ее и заработала, и она есть. Здесь у каждого человека есть пенсия. Я могла бы, конечно, и в 65 уйти на пенсию. Но это мое решение. Ничего бы то ни было решения. Ни Виктория не заставляет меня работать. Ни тем более Алекс, который постоянно мне говорит о том, что Тамара, уйди с работы. Я себе решила, что мне нравится это. Я работаю супервайзером. Я воплощаю свои идеи в своем отделе. Мне это нравится, поэтому я работаю. Я себе рассчитала то, что до 70 лет я поработаю, а там уже можно уйти на пенсию. Поэтому... У каждого человека свои мотивы есть. И вот то, что мама не заработала на пенсию, поэтому работает... Вы знаете, в каком бы возрасте вы ни приехали, минимальная пенсия вам всегда положена. Заработать на пенсию в Канаде, возможно, на полную пенсию, возможно, если вы отработаете 40 лет. Да, но я отработаю на компании уже больше 12 лет. Но, допустим, если человек работал в Канаде, он работал меньше, ему все равно полагается канадская пенсия, она будет просто меньше, чем, допустим... Если бы отработала 40. Речь ведется о полной пенсии, когда ты отработал это CPP, полная пенсия. И полная пенсия это 1000 долларов в месяц. Но здесь не дается... Я сейчас сказала цифру, и люди неправильно меня поймут. Ты подумаешь, что 1000 долларов в месяц это все, что получает человек. Нет. Потом идут определенные надбавки, которые начисляются дополнительно к пенсии. Там очень много моментов, из которых может, допустим, человек всякие разные льготы получать. То есть если кому-то на что-то не хватает, там и скидки на... Если ты в доме там живешь, там масса всего. В общем, в Канаде масса всяких разных вещей, которые можно разузнать, когда ты выходишь на пенсию. Мы даже еще всего не знаем, потому что мама еще пока не оформлялась. Но они говорят, что перед тем, как вы выйдете на пенсию, нужно приблизительно за год их предупредить. Да? Что вы хотите уходить. Но сейчас в связи с коронавирусом, потому что мы это делаем в период пандемии коронавирусной, у нас возникают, у меня, по крайней мере, возникают, что мама говорит, я пойду на работу. Я говорю, подожди, пока еще никто не знает, что вообще будет происходить и каким образом вообще эта вся ситуация будет разрулиться вообще. Потому что если придется в этот период пандемии тебе выходить на работу, а она у нас в зоне риска с повышенным давлением, значит, наверное, пора уже обращаться на эту пенсию. Нет смысла уже за эти полгода рисковать этой жизнью для того, чтобы находиться на работе только потому, что тебе там нравится. Ну, и вот нужно оформиться на пенсию. Да, конечно, она всю пенсию, может, сразу и не получит, потому что они говорят, за год оформляться, да? Но ничего невозможного нет. Мы с Алексеем можем перекрыть какие-то расходы, еще что-то может произойти. То есть в итоге я сказала, очень сильно захочешь, пандемия пройдет, очень сильно захочешь, иди опять работать, если хочешь. Если тебя звезды манят, и небо зовет. Ну, посмотрим, все будет видно, что я могу сейчас сказать. Сейчас никто даже ничего не знает, что вообще произойдет, и как оно будет вообще, как вопрос, если этот решится. Естественно, я не буду упираться руками, ногами, если это будет очень сильно небезопасно для моего возраста. Посмотрим, мы даже не знаем, когда магазины будут открывать, как это будет все происходить. Пока я нахожусь на карантине. Ну да, мы потом на эту тему затронем, потому что задали вопрос относительно карантина и самоизоляции. Мы потом эту тему объясним. Так, Светлана спрашивает. Здравствуйте, Виктория. Хочется спросить у вашей мамы, комфортно ли ей в Канаде, чувствует ли она себя защищенной, особенно сейчас, время пандемии. Есть ли у мамы подруги в Канаде, общается ли она со своими друзьями со стран исхода? Спасибо. Ну, конечно же, мне очень комфортно в Канаде. Я обожаю Канаду. Я не просто люблю, я обожаю ее, эту страну. Обожаю. Вот, я считаю, что я живу в правильной стране. Я доверяю своей стране. Мне здесь хорошо. Мне здесь хорошо. И в период пандемии, да, я чувствую себя защищенной абсолютно. О нас заботится наше государство. О нас заботится компания. Они действительно проявляют заботу, это реально чувствуется. Что еще? Что еще? Чувствует ли она себя защищенной? Ну, я думаю, что да. Да, я чувствую себя защищенной. Мне все нравится здесь, абсолютно все. Идеальных стран не бывает, правильно? Как идеальной жизни, идеальных людей, ничего идеального не бывает. Но я люблю эту страну, и мне нравится здесь жить. Есть у тебя подруги в Канаде? Ну, как подруги? Собственно говоря, по сути, у меня даже не было подруг, ты на Украине особенно. У меня есть знакомые, потому что подруга это слишком должно быть тесно и близко. Вот. А знакомые есть, да, конечно, есть. Мы перезваниваемся. А общаешься ли ты со своими друзьями со стран исхода? Нет. И знаете почему? А я не понимаю их, они не понимают меня. Человек, когда приезжает сюда, он меняется со временем, меняются вкусы, взгляды, все меняется. И люди перестают друг друга понимать. Да, я общаюсь со своей сестрой, которая живет в Киеве. Мы практически созваниваемся очень часто через Вайбер. Вот. И со своими братьями. Ну, а с друзьями, как друзья, знакомыми, будем так говорить. Наверное, нет, потому что это уже разное, совсем разное понятие и восприятие жизни. Окей. А Мария спрашивает. Вика, у вас мама болеет или была в контакте? Вот, пожалуйста, кто был болен? Карантин – это для заболевших или контактных? Самоизоляция для здоровых, которые сидят дома, чтобы не заразиться. Хотела просто уточнить. Нет. Карантин – это для людей, которые здоровые, уходят на карантин. Потому что у нас закрылся магазин, и мы сейчас находимся на карантине. Но нам оплачивает компания то, что мы находимся дома. Полностью, как я работала бы, так и оплачивается. Вот. А самоизоляция – это для людей, которые чувствуют, что они контактировали с кем-то, или кто-то заболел из окружения. И они должны сделать self-isolation, как здесь называется, самоизоляцию, для того, чтобы самоизолироваться от общества и не заразить больше никого. Нет, слава тебе, Господи, мы не были в контакте с тем, кто был болен, и слава тебе, Господи, пока нет. Такий вопрос, наверное, повторяется, потому что мы уже задавали вопрос по поводу, как проживают там три поколения, да, как удается не ругаться. И здесь Алена тоже задала вопрос. «Педу днем дахом у вас три поколения, отца чудова». Как вы находите общий язык с дочкой, да, и как вам удается не, значит, как говорится, поругаться? Я думаю, что мы на этот вопрос уже ответили. Но во главе угла все-таки стоит уважение. Да. Это все, что я могу сказать. Уважение. Уважение. Это очень важно. В конце концов, это не чужие люди, это ваши близкие, самые родные и близкие люди. Будьте, пожалуйста, лояльны, будьте добрее. Ну, я уже ответила на этот вопрос. Ну, просто нужно понимать разницу во взглядах, потому что у старшего поколения у них были какие-то свои переживания, там, допустим, и трудности, которые они переживали. И они по-своему как-то это оценивали, ситуацию. Мое поколение уже по-другому это видит. А Леша вообще улетел куда-то вперед в космос какой-то вообще с их понятиями, да, и технологией, которые развиваются. Нужно просто уважать это и понимать, что другие, наверное, поколения, они могут решать проблемы совершенно разными методами. Как получается, что вы с мамой встречали нарциссов, так много нарциссов, вы их чем-то притягиваете? Я думаю, что это может встретить любая женщина-нарцисса. От этого вообще никто не застрахован. Психологи, которые работают прямо на таких высших уровнях, и те встречают, вы знаете. У них знания есть. От этого никто не застрахован. У нас знаний не было. У нас просто не было знаний. Мы зеленого понятия не имели, что есть такие люди, такие вот как хищники, да. Вот как в саванне. Оказывается, они есть. В саванне охотятся тигр, да. И вот он смотрит. Я слышала, что знаете, какие тесты они даже проводят? Например, если вы проходите, да, где-то мимо, у кого-то что-то упало, и вы нагнулись это поднять. Знаете, что это показывает? Это показывает, что у вас есть сожаление, сострадание к другому человеку. В этот момент другой человек, допустим, мужчина, если ты увидел, который он нарцисс, он может к вам подойти и сказать, девушка, можно с вами познакомиться? Знаете почему? Потому что это был тест, который вы прошли. Прямо вон там. Ну, об этом уже, конечно, очень много сказано о нарциссах. Вот Анна Богинская, она вообще замечательно рассказывает обо всем этом. Господи Боже мой, я ее слушала, слушала, прям заслушалась. И вообще я могу ответить, чем мы их притягиваем? Я могу ответить, чем? Добротой. Да? Добротой. Потому что человек добрый, и он согласен помочь, и у него открытое сердце. Да. И такие люди очень быстро вас могут выцепить из толпы, потому что вы открытая душа, вам хочется всем помочь, вы всех любите. У вас просто вот здесь вот все хорошо. И они это видят, они это чувствуют, и они на это цепляются. Потому что на плохих людей, у которых вот здесь темно, они не прицепятся, в основном они цепляются к людям, у которых... И они будут делать все возможное, они будут делать все для того, чтобы вас покорить. И кажется, что Боже мой, какой человек, Боже, это же мечта мужчины, это же как раз вот то, что я вот хотела. Чтобы не пил, говорит, не курил, чтобы зарплату приносил, тещу мамой называл, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, одним словом, как-то вот так. Да. Поэтому это может ошибиться каждый человек. Ошибка, возможно, да. А может ошибиться запросто. Так, Анна спрашивает. Привет, я переехала в Австралию в 47 лет, вышла замуж. Сейчас, через три года, не ладятся отношения с мужем, хочу уйти. Очень страшно нырять в бездну. Как мама стала независимой женщиной в Канаде? Расскажите, пожалуйста, историю поиска работы. Я думаю, что мы уже про работу рассказали. Да. Она просто пошла, да, и устроилась. Ты просто берёшь, да и уходишь. Ты думаешь о самой себе и говоришь, господи, боже мой, я больше так жить не могу. Когда у вас уже жизнь вот так подойдёт вот сюда, вы просто встанете и уйдёте, поверьте. Верьте в свои силы. Вы сильная. Вы просто не верите в свои силы, поэтому вам страшно. Конечно, страшно это нормально, совершенно абсолютно нормально. Каждый человек боится что-то испытать новое, да, особенно шагнуть в неизвестность, как оно там будет, а вдруг не будет ли хуже, и поехала мысль. Понимаешь, вы не должны об этом думать. Нет, хуже не будет. Абсолютно. Будет хорошо. Будет так, как вы этого хотите. И вы сделаете ту жизнь, которую вы хотите. Вы будете жить свою жизнь, а не чью-либо. Все верят просто, ребят. В себя нужно верить. Надо верить. Добрый день, Виктория. Маме пришлось уволиться. Придётся снова искать работу. Здоровья всем вам. Очень люблю вашу семью. Всегда жду новых позитивных видео. Люблю ваш юмор. Ну, это в отношении, например, по-моему, пандемии, да. Мама уже ответила на этот вопрос. Нет, она не уволилась. Нет, я не уволилась. Никто её не увольнял. Не надо искать работу. Сори. Я работаю на компанию. И компания пока закрыла магазин в связи с коронавирусом. Поэтому у нас ничего не поменялось. Мы просто ожидаем, когда всё это закончится. И какие будут приняты решения, мы ещё не знаем. Значит, мне тоже... Мне задали вопрос. Виктория искала вас на канале, так и не нашла. Чем же закончился ваш развод? Вы знаете, как живёт ваш бывший муж. Ребят, я зелёного понятия не имею. Где он живёт? Как он живёт? Чем он занимается? Меня это вообще не интересует. Наверное, мне кажется, что когда человек расстаётся с другим человеком, у них не должно быть общих интересов. Хотя, я помню, меня однажды раскритиковали и сказали, почему же люди остаются хорошими друзьями? Люди остаются хорошими друзьями, если у них есть совместный. Номер один – бизнес, номер два – дети. Всё остальное не имеет никакого значения. Нет никакой нужды оставаться другом с тем, с кем вы уже решили расстаться. А смысл? К чему смысл? Ответьте себе, а смысл? У меня, например, этого смысла нет. Вот хороший вопрос. А чтобы что? А чтобы что? И, кстати, женщина, которая меня раскритиковала, она так и не смогла ответить на этот вопрос. А чтобы что? Ответа не последовало. Так что ответьте себе на этот вопрос, чтобы что? Не знаю. Я зелёного понятия не знаю. Я даже не знаю, что там у него, как это вот сейчас, да, пандемия и всё остальное. Да это не зелёное понятие вообще не имею. Меня это не важно. Ну, если вы приняли решение развестись, то чтобы что? На чем интересоваться-то? Это решение было базировано на чём-то, правильно? Ты с хорошим человеком же не будешь расставаться, за которого ты переживаешь. Или ещё что-то. Меня он не интересует. Всё. Отрезали и выбросили. Да. Как мамочка проводит свой досуг, есть ли у неё хобби? Да я уже ответила, что хобби у меня есть, это мой дизайн. А с мой досуг, ну, по-разному. Отдыхаю, что-то делаю. Это кино любит посмотреть. Я слушаю себя, что я хочу в данный момент. Я слушаю саму себя внутри, что я хочу в данный момент сделать. Могу кино посмотреть, посидеть. Тут такое дело. А у меня кулинарные канальчики любят посмотреть. Ой, кулинарные каналы смотрю. Садись, отключает. Дизайнерские каналы смотрю, да. Смотрит, да. Так, спросили. Добрый день, Виктория, Тамара. Вопрос к вашей маме. Как быстро она освоилась в Канаде? Как изучала язык? Через какое время после развода с мужем она устроилась на работу? Ждём ваших жизненных историй. Были ли с Тамарой какие-то забавные истории? Хотелось бы послушать здоровье вашей маме. Саньке привет. Ну, что значит, как я после развода-то? Так, давай начнём с того. Как быстро ты освоилась в Канаде? Как быстро я освоилась в Канаде? Ну, когда я вышла замуж, он, конечно, не позволял мне работать. Это прежде всего. Он, конечно, хотел, чтобы я была дома и только дома. Потому что он считал, что женщина, которая пойдёт на работу, она будет такая прям свободная. Что... Эй! Вот именно. А вдруг оставлю? А вдруг передумаю чего? Он боялся. Он был не уверен просто в самом себе. Он видел твою силу? Да, он видел. Я всегда была сильной женщиной. Вот. Ну, а когда мы развелись, я... Что я? Я стала искать себе работу. Больше ничего. Как можно было. Надо было вставать. Всегда нужно перешагивать. Вы понимаете? Вот вы завершили этот виток. Вот всё. У вас уже всё. Уже ничего нету, да? Вы идёте в другую... Ступаете ногой в другую жизнь. Ну-ка ты занимайтесь ею. Так, найдите себе работу. Постройте себя. Организуйте себя. Вот. И живите ту жизнь, которой вы хотите жить. Не оглядываясь назад. Потому что если вы будете постоянно оглядываться назад, вы ничего не сделаете. Или будете жалеть, или будете сострадать. И говорить, боже мой, а вот там мне было вот это вот. А это вот не так. И всё остальное. Поэтому идите вперёд, не оглядываясь назад. Это всё, что я могу сказать. Только так вы построите. Как ты изучала язык? Как я изучала язык? В народе. У народа слушала. Ну, я всего язык-то, собственно говоря, на курсы ходила шесть месяцев. Всё. Вот, ведь всё моё изучение языка. Остальное, то, что я слыхала, то, что я могла, так и изучала. Были какие-то книги, я ещё читала их. Ну, он не идеален, но он есть. Понять можно. Ну, конечно, я же не перфект разговариваю по-английски. Ну, на уровень супервайзера. Я разговариваю, меня все понимают, абсолютно все. Через какое время после развода с мужем ты нашла, ты устроилась на работу? Ну, это ещё до развода-то было. Ещё развода не было, я уже пошла на работу. Ну, то есть, когда вы только расстались, когда мама ушла... Да, мы только... Вот я переехала в Эдмонтон, я сразу ушла на работу. Сразу пошла на работу. Я не стала никого ждать, ничего там нет. Выжидать что-то там, какую-то милостыню от него ждать или что-то ещё. А сразу чётко пошла на работу и всё. То есть, завершила-завершила. Это страница закрыта и всё? Да, всё. Так. Як бы не экономичная ситуация в 90-х роках, мігрувала бы мама из Украины ещё кудись, крім Канады? Если бы не экономическая ситуация 90-х годов, куда бы ты эмигрировала из Украины, кроме Канады? Ну, Канада – это не потому, что выбрана мною страна. Это уже так вышло. Почему я уехала в Канаду? Ну, так вышло уже. Ну, вообще, честно, честно, если бы даже и не было 90-е, я всё равно бы уехала с Украины. А какую ещё страну бы ты выбрала, например, если бы ты подумала, вот в какой бы ты стране ещё хотела жить? Наверное, в Америке. Мне нравится американский континент. Ну, так получилось, что я уехала в Канаду. У меня даже не было даже сомнений никаких абсолютно, что я именно должна жить на этом континенте. То есть ты бы не предпочла Европу, ты бы именно вот в американский континент предпочла. Да, я бы пришла через океан. Интересно. Так. Как всегда, хочу спросить у очаровательной мамочки, как воспитать такую дочь и внука? Спасибо, рада, буду видеть мамочку и её мудрые советы. Спасибо за комплименты. Существует пословица, что яблоко от яблони падает недалеко. Каков человек, такой и будет твой ребёнок. Очевидно, я сама такая, вот такую и вырастила дочь. То есть ребёнок растёт, например, на примере родителя, правильно? Ну, как я, вот у меня, например, была соседка на Украине, да, которая... Тунька такая, шутить любишь, видишь, как он меня вырастет? Да, вот. И была соседка такая, которая курила долгие годы. А я ещё и говорю, у тебя сын растёт? Он тоже со временем возьмёт сигарету. Она говорила, да ты что? Я постоянно каждый раз ему говорю, сынок, ты не бери сигарету в руки. Это же вообще так плохо, это ужас один. Посмотри на меня. Я сказала, конечно, посмотри на маму. Она сидит с сигаретой. Ты пример являешься для своего сына. Вот как я сказала, так оно и вышло. Он тоже взял сигарету. Поэтому я говорю, что дети берут пример с родителей, правильно? Каков родитель, таков и ребёнок. Всё. Что вы хотите? Наверное, я такая, такая Виктория выросла. А Виктория в своё время вырастила такого сына. Вот и всё. Ну да, ну тут как бы сообщаться надо с детьми. Да? Общаться. Общение, общение, очень многие вещи решают в целом. Ну вы к Алексею всегда относились. Очень, очень. Никогда его не ругали, никаких шлепков, никаких окриков. Совершенно. Ребёнок рос, ну мы абсолютно как со взрослым человеком общались с ним. Как со взрослым. Вот он был маленький, но мы разговаривали с ним как со взрослым. Абсолютно. Хочешь читать? Иди читай. А, кстати, вот ещё по поводу этого я приведу пример. Говорят, что некоторые родители жалуются, что ребёнок не хочет читать книги. Вообще их не любят. Просто вообще кошмар один заставить его читать. Так вот, ребят, дорогие родители, если вы не взяли книгу сами в руки со своим ребёнком, как же вы научите его читать? Как же он будет любить книги, если вы сами их не любите? Вы должны быть примером, правильно? Сколько у Виктории было книг? Господи боже мой. Сколько я ей читала на ночь. У неё и пластинки были, и книги были. И, я не знаю, всё у неё было для этого. Всё. Ребёнок, естественно, любил читать, и она читает и до сих пор. Ну да. Документы на работе. Всё, это все вопросы, которые вы задали. Я думаю, что видео получилось достаточно длинным. Мы уже с мамой будем прощаться сейчас. Да. Большое вам спасибо за внимание. Мне приятно было видеть вас, а вам, очевидно, приятно видеть меня. Я так думаю. Я шучу. Я извиняюсь, что я присутствовала в кадре. Нет, почему же извиняешься? Ты всегда в моём кадре. Всю свою жизнь в моём кадре. Я привыкла к тебе, не волнуйся. Они ко мне не привыкли, наверное, в кадре. Нет? Ещё не привыкли? Да, это уж тут такое дело. Дело на любителя. Как бы, я же не работаю на камеру, правильно? Я же не блогер, я же не этот... Я просто не знала, с чего начать. Поэтому я решила... Главное, ещё чем закончить? И я решила как бы подсесть в кадр для того, чтобы... Я же говорю, вы боитесь своих... Вы боитесь этих вопросов? Нет, я боюсь своих ответов. Поэтому как-то вот так. Ладно. Всё. Счастливенько. Всем пока-пока. Спасибо всем, кто задавал вопросы. И сделал это видео возможным. Большое спасибо. Всё. Пока-пока. Окей. Ой, зашлось. Стану пусть кутируется. Смех это здоровье. Оксана, Вика, здравствуйте. Как ваша мама привыкала... Канаде? Вика, заканчай скрипеть. Субтитры сделал DimaTorzok Родитель пытается вложить самое лучшее в своего ребенка, правильно? Каков человек, таков этот, яблоко от яблони, яблони от яблони недалеко. Бла-бла-бла, давай сначала.